Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю настоящие мужские тефтельки. После того, как я приготовил настоящие котлеты, которые нравятся всем мужчинам, я получил много хороших отзывов, и люди просили еще приготовить что-нибудь похожее. Поэтому сегодня я буду готовить тефтельки. Рецептов приготовления тефтелек очень много. Я не буду говорить, какой лучше, какой хуже. Я просто покажу, как готовлю тефтельки я, чтобы они понравились именно мне. И, конечно же, всем мужчинам. Они тоже нравятся. Я буду использовать свиноговяжий фарш, белый хлеб черствый, черный перчик, молочко и спассированный лучок. У меня лук замороженный. Дело в том, что я уже вам показывал, когда я готовлю корейскую морковку, то мне нужно именно ароматное масло после того, как лук спассировался. А лука получается очень много, и его сразу некуда девать. Поэтому я его морожу, и когда я готовлю какие-то блюда, где нужен пассированный лук, я просто достаю замороженный лук и использую его в этом блюде. Кстати, о корейской морковке. Как сделать быстро и вкусно корейскую морковку всего за 5 минут, ссылочка вот здесь вверху. Белый хлеб я замачиваю в молоке. Черствый хлеб в молочке уже отлично размок. Я добавляю сюда мяско и пассированный лук. Фарш для тефтелей должен быть очень холодным. Из-за того, что я использую очень крупный пассированный лук, спассированный лук, текстура у тефтелек грубоватая, поэтому я еще раз весь фарш пропущу через мясорубку. Фарш я пропустил через мясорубку, он хорошо охлажден. Теперь я сюда добавляю немного соли и немного черного перчика. Я его уже предварительно истолок в ступке. Сейчас это все в кастрюльке перемешиваю. А если вы хотите узнать, как сделать котлеты, которые нравятся всем мужчинам, ссылочка вот здесь вверху. Вот такие маленькие тефтельки будут. Эта тефтелька весит 50 грамм. Как раз то, что нужно. Тефтельки я панирую в обычной пшеничной муке. Легко и быстро получаются вот такие колобки. Это очень легкое, вкусное блюдо. Сковорода разогрелась до 150 градусов. Тефтельки уже обжарились, очень красивые. Аромат стоит такой, что не только все мужчины здесь прибежали узнать, что такое вкусненькое, но даже и девочки прибежали и уже облизываются. Масло со сковороды я сливаю. Какие обалденные тефтельки. Я их выкладываю на сковородочку. Класс. Как же уже хочется их попробовать. Пахнет супер, даже не знаю почему. Такой простой состав и так вкусно пахнет. А здесь у меня класс, красный основной соус. Полное описание рецепта смотрите под видео. Я скоро покажу, как готовить обалденный красный основной соус. Я его выливаю в тефтельки. Ооо, как пахнет. Минут 10 на очень медленном огне тефтельки напитаются ароматом красного соуса. И начнем пробовать. Обалденные тефтельки так классно пахнут и очень быстро приготовились. Всем уже хочется их попробовать. Обычно, конечно же, когда готовят тефтельки или котлетки, дают еще большую тарелку гарнира. Но это совершенно не такое блюдо. Эти тефтельки, это уже есть два в одном. И основное блюдо, и гарнир. Поэтому здесь, кроме салата, совсем ничего не нужно. Хотя, постойте. Очень даже нужно. Здесь у меня настоящий пшеничный самогон из пшеницы. Ммм, какая она внутри вся нежная. Как пахнет соус. Вот такие тефтельки, конечно же, понравятся абсолютно всем мужчинам. Здесь настолько соблюден баланс между мясом и другими компонентами, что они такие классные. Я долго не могу рассказывать, какие они вкусные. Просто прямо сейчас берите и готовьте тефтельки. Это очень просто. Это очень вкусно. Вам всегда будут нравиться такие тефтельки. А сейчас я предлагаю посмотреть, как я делаю пшеничный самогон из пшеницы. Ссылочка для пшеничного самогона вот здесь, вверху. Пока вы будете делать пшеничный самогон, я его буду дегустировать. Ой! И свежий салатик. Ммм, мм, мм, мм. Чем проще, тем вкуснее. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, как готовить тефтельки и котлетки вы. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. Обязательно нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.